Всем привет, ПБшники! Киносвязи вновь в студии Arena for Game у микрофона Максим Чеев-Терентьев и это второй матч женской лиги на сегодня. Ну что же, дорогие друзья, встречаются у нас девчонки, опять же, немного разных уровней. Девчонки команды Toxigarpies также претендуют у нас на топ-1 женской лиги, как мы уже ранее неоднократно сравнивали вместе с Германом. То, что Toxigarpies и Madhouse Female это две команды, которые напоминают нам команду AUXA и команду WayVictus E-Sports. Ну и в соответствии сейчас Toxig должны будут доказать, подтвердить свой статус одних из самых жестких девчонок. Ну и посмотрим, что девочки нам сегодня покажут. Макс, скажи, когда приветы. Ну, уже можно приветы. Уже приветы полетели? Да, также, дорогие друзья, пока мы сидели с вами в паузе. Здесь у нас залетает отдельно привет от Гантели, от Евгения Петрова, абсолютно всем, кто находится на трансляции и отдельно болельщикам команды WayVictus E-Sports. И также от всех игроков команды WayVictus E-Sports залетает привет им, болельщикам, но и, дорогие друзья, заходит у нас все-таки Ливерпульчик. Я смотрю, у нас замена имеется у команды D-Terrain, это океаническая. Ну вот так вот, не знаю, возможно, ренейм просто не дошла, лычка и так далее, но посмотрим, что у нас будет. Так, приветы у нас тут полетели от девчонок, передаю клану привет, вы лучшие. Передаю привет Winway, Мак, Полусладкая и Эво. Шикадам. Так, все, не видно. Привет, Дагглсу. Вот так вот от Purple KS. Ну, у нас еще какой-то краш сейчас у Toxigarpies. Ладно, дорогие друзья, мы с вами пока что откроем ставочки. Гоу ставки. Так, отлично. Ставки полетели, ну и мы с вами будем начинать. Да, Германа пока что со мной нету, но я надеюсь, что в скором времени он ко мне присоединится. И мы будем вместе продолжать комментировать это противостояние. Возможно, на третьем противостоянии Герман ко мне придет, но загадывать не будем. Не будем. Дожидаемся сейчас Элигот из команды Toxigarpies. Ну и будем наблюдать за противостоянием. Давайте пройдемся вообще по мапу, какой девчонки выбрали, что напикали. Первая карта у нас будет в ВВГ играться. Это пик команды ДТ Рэйм. И буря в пустыне от команды Toxigarpies. Интересное решение. Но насколько удачно они отыграют, пока что нам с вами неизвестно. Вообще на ВВГ, я думаю, здесь девчонкам из команды ДТ Рэйм будет довольно неплохо. Белоснежка поменяла девайс. Ну, насколько мне известно, она давно хотела это сделать, но как-то не решалась и играла со своей Берданкой. Но сейчас они играют в три Ауга и двое Уашкеров. Ну, в принципе, я думаю, по девайсам та же самая ситуация у девчонок команды Toxigarpies. Кисмайл Аук, здесь же число зверя Аук. Майндконтрол Аук и Ливерпульчик Уашки. Ну и Элигот также будет с Уашками. Если ничего не поменялось за тот промежуток времени, когда мы не видели девчонок, совсем скоро, дорогие друзья, уже буквально завтра у нас стартует третий этап. И там будет битва не на жизнь, а на смерть. Третий этап квалификации по БВЦ 2018. Игроки, которые вышли у нас во второй этап, парни, которые прошли его весь, дошли до финала, они отправляются бороться против легендарных пацанов. Мы с вами уже обсуждали это неоднократно. И я говорил у себя в рубрике новостей, то, что у нас ребята уже отправляются в третий тур. И называл тогда никнеймы команд, название команд, да, дай бог памяти, это Five Elements точно, Strongwell точно, X-Fresh и Planky Esports. Вот эти четыре команды со второго тупо, тупо, да, тура выходят у нас в третий тур, и там будут воевать. И посмотрим, насколько хорошо они себя проявят. Их там встречают Ваевиктесы, а у XZ вертолеты и атрибут. С 6 по 8 число у нас пройдут жаркие битвы. Определятся у нас все-таки самые топовые пацаны, которые будут уже готовиться выходить на ланы. Так, ну ладно, будем закрывать ставки. Ставки закрыты. Мне кажется, или это лычки легендарного дивизиона Андрей? Тебе кажется. Тебе кажется, это лычки не легендарного дивизиона. Легендарка сейчас играет с такой желтой буквой А, да, большой. Ну, скорее она золотистая, нежели желтая. Ближе к оранжевому такому. Но можешь зайти на наш YouTube-канал, открутить там матчи с легендарными пацанами, посмотреть, что у них вообще по никнеймам, и, может быть, сможешь сравнить. Так, ладно, Герман загулял, пишет у нас Вячеслав. Да, их негодник такой, Герман. Но, ладно, мы его будем ждать. Все-таки Москва, такой город, куча пробок. Пока доберешься, пока то-се, куча всяких проблем. Но ставки закрыты, и мы с вами стартуем уже первый раунд. Все, нет, нету в прогрузе у нас Ливерпульчика. Это обидно, и мы с вами опять же выбываем в лобби. Начинаются проблемы технического характера у Токси Гарпиас. Но, я думаю, сейчас должна прогрузиться. Главное, что не крошануло. Так, поехали. У кого уже играют? Ну и здесь ни у кого они еще не играют. Ребят, у всех задержка. У всех задержка идет. Они играют только у меня. Элитка. Ну что, есть у нас прогруз. Поехали сразу же наблюдать за противостоянием. Вообще интересно, как Белоснежка покажет себя в сегодняшнем противостоянии. Она пересела с берданки наук. Насколько будет ей тяжело, пока что неизвестно. Но выход у нас имеется. Уже на мост от Майнд Контрола. Неплохая ХАЕшка под Мародерку. И в соответствии Опен Фраг. Ну и сейчас можно, в принципе, строить атаку свою именно под Б Плейнт. Но девочки пока что не собираются отказываться. Так же и от А Плейнта. Полетели ХАЕшки под Пёрпл КС. 19 кп остается у Пёрпл. Но и пока что живет. Живет до последнего. Вторая ХАЕшка не приносит каких-то положительных результатов для команды Токси Гарпес. Могут добить здесь Юлию в Плейнту. Но, тем не менее, Легот вылетает с префайером на Эста Стейшн. Есть неплохой минус. Моментальный размен от Пёрпл КС. Но и здесь же Майнд Контрол находит минус. Ситуация 4 в 2. На данный момент Белоснежка вместе с Океанической попытается выбить Плейнт. Но там уже фугас установлен. Ливерпульчик с уашками принимает упор. Белоснежка идет пушить далее ямом. Но здесь Ливерпульчик находит минус по Океанической. Ой-ой-ой. Подвисает немного у нас Белоснежка. Но, тем не менее, есть минус по Ливерпульчику. И далее Майнд Контрол находит фраг. Очередной минус есть. И в соответствии раунд в активе команды Токси Гарпес. Ну, какие-то у нас проблемы вообще с прогрузами у девчонок. То Ливерпульчик теперь число зверя не может прогрузиться в следующий раунд. Но будем надеяться, что без крашей. Ну, там от Алисы. От Алисы уже полетели. А, приветы. Миссия успешная. Полусладкая, гарная, сердечки. Эста. Ух. Победила красная команда. Ну, как оно мило. Ну, в принципе, у девчонок оно всегда так. Абсолютно. Какое время на табло. И здесь нету времени на табло. На табло у нас наверху идет счет. Как только девочки у нас выигрывают раунд. Либо команда Детрейм, либо Токси Гарпес. Сейчас Токсики... Ну, для меня они слева. Детреймы справа. В соответствии, если Токсики забирают, у них вместо ноля заграется единичка. И так от одного до десяти. Если Детреймы, то в соответствии у них. Также есть смена сторон. Мы меняем местами девчонок. Ну, и продолжаем наблюдать. Но сейчас перезаход пока что у команды Токси Гарпес. Будем смотреть за продолжением. Как только вернется у нас пятая воительница команды Токси Гарпес. И все будет замечательно. От Андрея Коби. Привет. Все замечательно. Начали? Да, все замечательно. Не переживайте. Ковер ван лав. Ну, кстати, вот говорят то, что это ковер, ковер, ковер. Вот эти лычки. Не знаю, а мне нравится этот ковер. Но он так забавно висит. Ну, не то, что даже забавно, что ли, красиво. Как-то по-иному, чем вот обычные лычки, да, у нас у легендарных пацанов, у элитных, у боевых. Даже как-то по-иному, нежели лычка-гвардейца. Вот они смотрятся как-то интересненько. Ну, и девчонкам они чуть более подходят. У нас были разные варианты вообще по этим лычкам. Для девчонок, ну, мы все-таки решили, что такие более красноватые, розоватые будут для девчонок самое оно. Не переживай. У меня только начали вот второй раунд. Задержка. Я напоминаю, задержка в две минуты. С тем, что я говорю в реальном времени. И вы через две минуты это только слышите, дорогие друзья. Не переживайте, все идет по плану. Так, у нас Герман Громов объявился. В пробку попал. Просто в огроменную, так скажем, да. Ну, и ждем. Ждем тебя, дружище. Ворвешься как сможешь. Не переживай. Все функционирует. Все замечательно. Ты еще не видел, что у нас на матче было. Что у вас на матче? На матче. На матче было, Светлана. Сегодня ЦСКА Арсенал играет. Вот Герман бы сейчас тебя поддержал. Я, к сожалению, в футбольщике особо не шарю. Мне больше хоккейчик подавай. Заходит, пишет. Майндконтрол. Окей, окей. Не проблема. Света, что за матч? Что за тема? Я смотрю, тут Светлана все держит в такой интриге. Ни на один вопрос конкретно так не хочет ответить. Коварные, коварные девушки. Что можно еще сказать? Так, кстати, Элигот. Да, она с уашками играет. Я угадал. Я молодец. Я угадал. Но не все же Германа угадывать. Максима, можно в чатик немного пошлый анекдотик? Насколько немного от 1 до 10 оцени. И тогда посмотрим, насколько он у тебя немного пошлый. И будем решать, можно или нет. Вообще, по-хорошему не надо. У нас есть девочки. И может быть, кого-то из девчонок это может обидеть. Задеть. И поэтому... Не айс. Гоу за топ-1, 2, 3. Лычку с 7. Несса, не ко мне. Не ко мне. Напиши судьям. Может быть, они рассмотрят твое предложение. Но пока что лычки уже утвердили на женскую лигу. Может быть, со следующего сезона женской лиги. И поменяют их. Ну а пока что у нас только так, дорогие друзья. Возвращается пятый игрок команды Токси Гарпиас. Но сейчас девочки будут врываться в бой в ВВГ. Пока что один раунд у нас записан на табло для команды Токси Гарпиас. Девчонки, в принципе, в атаке отыграли довольно неплохо. Опять же, раскидали гранатами своих соперниц и на мосту, и под позициями Апплейнта. Все у них замечательно. Но посмотрим, чем будут сейчас отвечать. И как будут отыгрывать ДТ Рэймы. Purple QSS отправляется опять же на оборону Апплейнта на данный момент. И Герман пришел, я так понимаю. Да? Да? Здорово, дружище. Меня зовут Святослав. Привет, Германиус. Ну как ты? Как съездишь? Я вообще сейчас просто сижу. Вообще не отдувляю, что происходит. Просто я уехал из дома в 10 часов утра. И вот только приехал. Хотя, ну я планировал, ну часа в 4, полпятого, в 5. Ну 5, это вообще максимум, бред, ага. Приехал в полдевятого. Но самое главное, что все делал. Москва, что здесь? Ничего не скажешь. Просто я 20 километров ехал 3 часа. Чтобы вы понимали, люди, кто живет не в мегаполисах, везет же вам. 20 километров ехать 3 часа. Это что-то с чем-то. Да, нам везет. Вот я вообще не представляю. У меня нет в городе такого понятия, как пробки. У меня вообще все замечательно. И не надо, спасибо. Уберегите нас от этого. Ну ладно, ты можешь пока что встряхнуться с дороги. И зайдешь к нам, возможно, на вторую половину. К девчонкам. Токсигарпес против Детереймов. А тем временем у нас от Океанической есть неплохой минус по Детерейму. И... По Детерейм. По Майн Контрол, прошу прощения. И число зверя моментально разменивается. По Белоснежке Океаническая находит очередной минус. Погибает Кисмайл. И число зверя моментально покидает. Бэплейнт уходит на точку А. Будет ставить здесь фугас. Но 5 КП. Как же это мало. Океаническая уже ликвидировала двоих. При этом сотню Хелсбара у себя оставила. Да и, в принципе, во владении своим девайсом усомниться не позволила. Проходит потихоньку через перемычку. Но теперь у числа зверя есть точная информация о местонахождении соперницы. Могла с префайером открываться на двойку. Но, тем не менее, понимает то, что тайминг, в принципе, проспала. Но и здесь полетел демэдж. Но, тем не менее, Хелсбар зарешал многое. Океаническая находит еще один минус. Это все-таки ответный раунд со стороны команды ДТ Рэйм. 1-1. Заграется счет на таблом. Ну и на данный момент девчонки смогли отыграться. Но, опять же, отдельный респект океанической, которая осталась в соло. И, в принципе, не растерялась. И смогла потащить этот раунд. Майнд контрол. Хаешка, опять же, на мост. Но, мне кажется, на мосту уже будут принимать более аккуратно. Элигот пытается играть на аркаде Тэшки. Ну и посмотрим, будут ли здесь ответные аркады. Контр-агрессия со стороны команды ДТ Рэйм. Нет, девочки пока что сидят. И, в принципе, направляется сейчас боковая плюс Тэшка в атаку. Там у океанической могут возникнуть проблемы на винтах, где отыгрывает майнд контрол. Хаешка неплохая. Но Элигот находит минус все-таки по Purple KS. Сапплейнт открыт. Выход на двойку, где Эста Стейшн будет принимать своих соперниц. Но 44 патрона в уашках. Это, в принципе, предостаточно. И здесь же океаническая на подсейве. Есть неплохой минус по майнд контрол. Фугас установлен. Под этот фугас вылетает Эста Стейшн. На выбивание погибает Ливерпульчик. Неплохой минус от Эсты Паки Смайл. И число зверей остается в соло. Да ладно, что ты делаешь? Пощади. Даблкил оформляет. И далее еще охотится на Белоснежку. Серьезно? Что? 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 Да нет! Серьезно? Как вы четыре в одного-то отдали? Это просто нереально. Ну что творит число зверя? Это просто снято. Это что? Это чем ее накормили там перед началом? Ну какой-то анриэл просто. 2-1. Заграется счет на таблом. Ну и Токси Гарпиас пока что у нас лидирует. Ну поехали смотреть, что будет сейчас. Майнд контрол опять же начинает отыгрывать на винты. Тем временем напрягается Тэшка плюс боковая. Но по сути начинают разыгрывать дефолтный раунд. У нас сейчас девчонки Токси Гарпиас. Но мне кажется, к этому должны быть готовы уже ДТ Реймы. Хаешка неплохая. Токси Гарпиас под Тэшку. Но далее идет пушить. И это было почем зря. Толигот неплохой минус. Ну и выход есть под Альфу. Все-таки на двойке Эста сейвится до последнего. Океаническая неплохой минус по майнд контрол. И Океаническая также выходит на двойку. Там же Белоснежка с Аугом будет саппортить с перемычки. Ну и Океаническая должна жить просто до последнего на двойке. Здесь за ширмой сейвится. И пока что занимается Тэшка. Там Кисмайл уходит или Гот. Спокойно девчонки закрываются под этой позицией. По боковой опять же играет Число Зверя. Ливерпульчик находит минус по Мародерке. И неплохой дроп от Океанической. Но тем не менее Число Зверя ее перестреливает. И Белоснежка в Соло. Соло Белоснежка. Ну ее закрывают. Опять же. Пока что не знаю насколько это вообще удачный мув. Поменять девайс с Ауга на Берданку. Я не знаю как у нее получалось играть на миксах. Там где-то на праках и так далее. Но пока что два фрага нашла хорошо. Но мне кажется с Берданкой с двойкой она бы смогла внести гораздо больше импакта на приеме Апплэнта. Нежели с Аугом. Мародерка погибает в очередной раз с самого начала этого раунда. Мародерка по нолям вообще фрагов пока что идет за эти три раунда. И конечно ее очень сильно не хватает Детереймом. Но это очередной выход Апплэнта. Не знаю почему его не пытаются укреплять девчонки команды Детерейм. Но здесь Олигот опять же играет роль открывающей. Минус Пейта Стейшн, Перпл КСС, Размены и Ливерпульчик врывается на перестрелку. Есть минус. Ливерпульчик даблкилл. Отлично. Белоснежка в очередной раз соло. Внимание ключник на им Белоснежка. Полетела Хаешка на перемычку. По ней есть информация. На винтах также находится соперница. Ну и здесь просто демиджа в спину должны накидывать. Нуки Смайл, Диана. Как отдала. Здесь Белоснежка находит даблкилл. Отлично. Пока что подтверждает то что Аук это довольно неплохое решение. Но вот надо еще ликвидировать двоих. Есть информация что число зверя работает по боковой. Но она идет далее пушить майндконтрол. И кто же окажется сильнее? Майндконтрол оказалась сильнее. Это тактическая пауза Детерейма. В 4-1 загорается счет на табло. Но откровенно говоря нормально. Нормально вовремя взяли эту тактическую паузу. Не затянули до последнего. Надо что-то решать. Надо что-то делать. Возможно слаб девайсов сейчас произойдет у девчонок Детерейма. И девчонки покажут себя более в лучшей форме. Пока что не знаю. Не знаю к чему готовиться. Нет это просто истерика. Что там у вас происходит? Ага. Там уже Герман на чатик подключился. Ну ладно. Тогда я не буду модерить чатик. Оставлю его Герману. И мы с вами врываемся на продолжение. Тактическая пауза прошла от команды Детерейм. И сейчас надо фиксить. Надо фиксить ошибки. Надо отыгрываться. Но три раунда преимущество. И в принципе здесь еще можно играть. Играть и играть. Четыре раунда в ряд. Там до 8-1. Может быть девчонки из команды Токсигарпи смогут довести. Но тем не менее мне кажется ответка должна быть. Еще четыре раунда первой половины. За глаза. Хватит команде Детерейм отыграться. И опять же это оборона на ВВГ. Но в последнее время я уже не знаю какая здесь сторона сильная. Какая слабая. Все-таки девчонки и парни у нас уже перевернули абсолютно все стереотипы. Неплохая хаешка от океанической. Все-таки свап девайсов у нас не произошел. Позиции тоже остались прежними. Но аркада от Purple KSS на тэшку конечно в очередной раз не увенчалась удачей. Прием будет у нас именно с Аплэнта. Там Кисмайл закрывает эсту. На двойке находится сейчас океаническая. Пытается под Prefire взять своих соперниц при выходе тэшки. Но пока что это не удается. Не удается у нее. И четыре в три. Очень битая Элигот и битая Кисмайл. Число зверя также получило по себе урона. Но они ретируются на Б сайт. И я думаю Детереймы должны это читать. Ну да, здесь мародерка уже перетягивается на подсейв. Но насколько хорошо у нее это получится сделать одной. Ей нужна халпа сюда явно. Океаническая играет под винтами. Она должна слышать этот топот на меду. Просто сейчас давать информацию мародерке. Давайте посмотрим за мародеркой. Как она справится. Есть неплохой вантап по Кисмайл. Ну и далее. Выход будет у нас все-таки на широкую. Я так понимаю от Элигот за спиной. Еще и Майнд Контрол. Погибает мародерка. Вот так же отлетает Белоснежка. Ну и океаническая следом за своими тиммейтками в таверну. Но 5-1 продолжается доминация команды Токси Гарпи. Серию победоносных раундов прервать не удалось. Но пока что все равно не все потеряно. До последнего верится в то, что девчонки смогут как-то ответить. До последнего верится в то, что здесь будет борьба. Но как-то второй матч подряд игру именно в одну сторону, в одни ворота смотреть как-то неохота. Но полетели прокиды именно под Альфу. И Ливерпульчик уже пошла в аркаду боковой. В ответку ей летят хаешки от Эсты. Но тем не менее, здесь Аугер еще подходит на саппорта. И в соответствии по боковой очень много информации есть. И отстрелить яму, я думаю, проблем вообще не возникнет. Так что там Эсты надо играть очень и очень аккуратно. Минус от Purple Kiss. Смеется, Кисмайла разменялась. Выход на боковую. Но там Ливерпульчик зацарила, конечно, погибает Эста. Мародерка и океаническая на двойке. Но там уже при фаере от Элигот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Екатерина, конечно, здесь не прощает. Есть минус. И Мародерка с Белоснежкой, кстати, отвечают. Причем очень уверенно. Там и Белоснежка уже на саппорте с перемычки. И Мародерка на двойке. Хаешка под плейнт. Но Ливерпульчик, я так понимаю, не собирается тут как-то пытаться ставить этот фугас. Она вместе с Число Зверя ждет, когда соперница ошибется. Ну, хотя бы одна из них. Но плейнт надо ставить. Мне кажется, здесь до последнего будет вообще такая закрытая игра от Датереймов. Белоснежка начекала свою соперницу. Нанесла по ней урона. Но этого далеко не достаточно. Ливерпульчик пока что плейнту остается. И сейчас Белоснежка вместе с Мародеркой пойдет на выбивание. Неплохой преф на двойку и уходит в Т-шку. Отлично. Отлично сыграна от Ливерпульчика. Да ладно, она еще и на Белоснежку здесь может замахнуться. Там замешкалась немного в ящах. Но тем не менее, нет. Я думал на развороте поставить сейчас пачку. Но Белоснежка ее добивает. Пытается взять на простреле Число Зверя через Ширму. Но Число Зверя сыграло здесь очень грамотно. Белоснежка пока что не может понять, где находится ее соперница. Но там уже пошел Дефьюз бомбы. Белоснежка попытается сыграть на преф. Но этот Дефьюз был сбит. И надо отправляться на еще один. Может успеть разминировать? Нет. Не может. Число Зверя сбивает этот Дефьюз и добывает шестой раунд для Токси Гарпиас. 6-1. Ну, два раунда окончания первой половины. Не говорите, пожалуйста, что здесь вы собрались на 8-1 замахнуться. Но это будет очень сильно. Это будет очень жестко. И мне кажется, команду Детерейм это вообще может повергнуть в небольшой тильт. И девочки навряд ли смогут вернуться на второй половине, если будет счет опять же 8-1. Но до него мы еще с вами не дошли. Как будут играть? Сейчас посмотрим. Кисмайл по-прежнему на мосту. Ливерпульчик вместе с Элигот. Эти девчонки открывают через Т-шку. А Плейнт вообще без каких-либо проблем. У них отточенные ХАЕшки под яму, под Плейнт. И под эти ХАЕшки они вылетают с префами. Замечательно. Эстэстейшн поменялась местами все-таки с Purple KS. Сейчас играет более агрессивно именно с Аплейнта. Там с винтов уже возвращается океаническая. И то, что нужна будет халпа, если находит минус по Элигот. Но число зверя разменивает моментально. И там мародерка пытается воевать с Аплейнта. Сотня халсбара сейчас у нее. Но число зверя может моментально это исправить. Выбить весь халсбар на отметку 0. И число зверя. 17 кп оставляет своей сопернице. Мародерке стоит отойти немного назад. Ливерпульчик есть неплохой минус. Мародерка размен. Purple KS на двойке. Неплохой минус. И нужна халпа от Белоснежки. Но там Purple KS пошла одна. Белоснежка здесь в соло против двоих. В очередной раз. Не знаю, насколько это будет вообще для нее удачно. Мне кажется, наоборот, будет сложно выбивать сейчас. Девчонки разошлись по разным сторонам. По разным углам. Они закрываются. Они не собираются идти пушить. Но и Белоснежка сейчас может, конечно, здесь немного потеряться. Но вот Ливерпульчику тоже пикать не стоит. Если она полезет далее Аркадий Белоснежку. И она ее ликвидирует. То там останется рядовая Mind Control. Но Ливерпульчик здесь откровенно байтит на себя. Но просто уже в Ауге патроны заканчиваются. Берет питон. С питона добивает Ливерпульчика. Но Mind Control выходит и мстит за свою тиммейтку. Неплохой минус. И это все-таки 7-1. Ну. 7-2 это лучшее, что может быть здесь для ДТ Реймов. И будут ли вообще что-то менять в атаке у нас, девчонки, Токси Гарпиас? Да. Да, будут. Это выход на мост. И там же Аркада на мидл от Purple KSS. Минус Ливерпульчик. Неприятно. Потеряли у Ашки. Но и сейчас надо моментально находить размен. Purple KSS катушек закрывает Б-сайт. Mind Control все-таки уходит в район Аплэнта. И Белоснежка получает по себе демеджи. Но также получает информацию по сопернице. Но ее далее добивает. И, по сути, Аплэнт практически открыт. Там остается у нас... Там никого уже не остается. Окей. Число зверя. Есть минус. И мародерка вместе с Эстой в 2 в 4. Но, не знаю. Могут, конечно, попробовать как-то разъединиться. Сыграть мидл плюс перемычка. Но навряд ли им это поможет. Они сейчас в меньшинстве на выбивании бомбсайта. Когда соперник контрит абсолютно все позиции. Это было бы сделать очень сложно. Но и Диана Бричковская здесь просто хоронит своих соперниц. И берет восьмой раунд для команды. Восемь-один. Заканчивается первая половина. Токси Гарпия с тотальной доминацией над соперницами. И сейчас будет... Врыв. Врыв. Халк Хогана. Сейчас. Чисто Громов врывается в комнату с двух ног. И берет с собой Миража. Мираж, заходи. Мы сейчас покажем. Нет, ладно, я шучу. Не заходи, Мираж. А вот я зайду с превеликим удовольствием. Здравствуйте. Еще раз, дорогие друзья, с кем не успе поздороваться. Всем вам прекрасного вечера. Хорошего настроения. Привет. 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 Привет всем. Ну, а мы, собственно, начинаем. Кук. Герман Кук. Да, замечательно. Ну, что ты, Максим, устал? Да нет. Нет, слушай. В принципе. А я устал. Сижу и уже устал. Знаешь, наверное, даже не от того, что ты столько провел в студии. От дороги. Да, да, да. То есть то, что там делали технического характера, всякие штуки, это забавно, я бы сказал даже. Это прикольно, что-то новое для себя узнаешь и так далее. Настраиваешь оборудование и прочее. А то, что именно ехать, это неприятно. Ладно. Ладно. Кому это интересно. Интересно всем посмотреть за Ливерпульчик, как она пойдет поджимать боковую. И особенно это интересно Сергею Московскому. Да, Сережа? Так, ну что, у него будет первый контакт с Океанической, но поджим и поджим удачный. Поджим более чем удачный. От Перпл КСС также есть минус по Элигот. Ноки Смайл моментально забирает Тесту Стейшн, что выводит команду под руководством Виты. Число зверев преимущество 4 в 2. Ну, сейчас Белоснежка вместе с Перпл КСС, мне кажется, не будут отказываться вообще от Апл-Инта. Навряд ли они попытаются как-то ориентироваться с этой точки. Но то, что они начали открываться по одной, это, конечно, ошибка. Перпл КСС на уверенности пошла открывать Апл-Инт. Получилось здесь пулю в лоб, но Кисмайл уже просто добивает Белоснежку в Тэшке. Девятый раунд. 9-1 на табло. Но, по ходу дела, здесь все-таки песенка спета уже для команды Детрейм. 9-1, 10-1, 10-2, ну, 10-3. Это лучшее, что они смогут для себя оформить. И опираясь на то, что девочки сейчас уже играют вот так вот по выпаду по одной, мне кажется, они тельтанули и просто опустили руки на этой карте. Так, ну что, здесь Эли Год на сигарете будет встречать свою оппонентку. Но здесь Перпл КСС должна была закрывать. И Эли Год все-таки делает этот минус. Правда, потому что Эстэстейшн подошла на размен. Ситуация 3-3 на карте. Майн-контрол Кисмайл число зверя. А вот и от Майн-контрол есть еще один минус. Ну и теперь Мародерка вместе с Белоснежкой должны тащить Детрейм в этом раунде. От Белоснежки есть фраг, отлично. Майн-контрол, какая же хорошая позиция. Да, она крайне читаемая, но сейчас девушки из команды Детрейм и вообще не чекают. Майн-контрол просто на морозе вылетает. Минус 2. Екатерина, вы просто жесткая. Итого. 10-1. Деактивировано.